Меня зовут Духовников Дмитрий, я занимаюсь бизнесом, предпринимательством, производством у меня находится в Калужской области, вот как раз упоминали этот регион. А сам, собственно, сегодня, я немножко издалека зайду, потому что тут как бы ругались по плане того, что сильно долго рассказывают, но чтобы понятно было, мой вопрос, с чего созреет. Я сегодня приехал из Белгорода, 700 километров, вот прям сюда прямиком летел, мама мне звонит, доехала, говорю, да, у меня вот встреча с Борисом Юрьевичем, он, ничего себе, это какой крутой, вот с Борисом Юрьевичем встречаешься, молодец. Вот, собственно, я сюда, значит, прилетел, я к чему, значит, к чему я хочу все подвезти. Раньше я ехал в Белгород, стояли там, грубо говоря, менты у нас штук пять, да, ну, хорошо, брали деньги, да, мы пролетали. Сейчас наставили стационарных столбов, наставили стрелок, и еще менты стоят, и это все умноженное раз в пять. Так вот я к чему, чтобы государство просто не перестаралось с помощью, я имею в виду в бизнесе, да, вот мы занимаемся бизнесом, и вот, вроде бы, я вот как раз протревожу эту кнопку, вот про вот эту красненькую, которую, это, ну, мы понимаем это о чем, да, если там наезжают, там, или еще что-то, да, но государство, допустим, вот все это, как говорится, всех разогнало, никто не наезжает, но она тебе включает, там, неподъемные, там, за свет, за налоги, там, и все, я плачу налоги, а мне звонят, что-то мне кажется, ты мало налогов плачешь, а что тебе кажется-то, у тебя есть бумаги, ты должен понимать, что все нормально, я плачу, а они мне звонят, говорят, что-то мне кажется, понимаете, поэтому, вот я к чему, чтобы просто государство хотелось, сейчас будет вопрос, я говорю, вот, волнуются, да, чтобы государство не перестаралось с помощью, вот с этой, да, и вот тревожная кнопка, как раз, я говорю, чтобы, чтобы... Это не государство, это выбор предпринимателей сделали, там вообще государство делали. Ну, окей, ладно, я просто волнуюсь, у меня первое выступление, мой дебют, так что буду стараться, да, спасибо огромное, вот, ну, я говорю, чтобы, как это сказать, чтобы у Бориса Юрьевича было, ну, то есть, он все равно же у нас во власти, да, хотелось бы, чтобы оттуда было влияние на власть, я имею в виду, чтобы они сказали, ребята, не надо грузить бизнес, ему и так хреново, то есть, ладно, там, это, бандиты уже не ходят, но вы просто их нагружаете настолько, что, знаете, вот я просто дошел тоже до определенных, занимаюсь производством, уперся головой в стену, да, дальше, чтобы развиваться мне дальше, мне нужны деньги, да, у меня этих денег, соответственно, ну, я понял, вы их понимаете, что надо не только ограждать от наездов власти, которые мешают, но еще и создать условия, чтобы они из нас не вытягивали последние, чтобы было выгодно работать, да, ну, и плюс, предложение к вам, чтобы, помимо этого, было бы еще какое-то обучение, вот, допустим, Василий у нас, да, там, или у нас Кидаренко выступал, ребят, хотите, научим, так, ну, вот, там, 350 тысяч, это, ну, как бы, вот, хотелось бы еще, чтобы какие-то курсы, знаете, такие были, которые, вот, я уперся, у меня мозгов не хватает, да, ну, я еще, там, не созревший, как говорится, а мне посидели со мной, там, собрали, так же, вот, в кучу и сказали, ребят, ну, давайте, вот, надо делать, вот это, вот это, вот это, и как-то чуть-чуть подучили, ну, только 350, конечно, ну, чуть-чуть подешевле, там, если это будет. Мы проводим, вот, да, встречи, да, да, и стартап. Вопрос, Василий, конечно, платный, он у нас, видно, сметоч, поэтому он на этом зарабатывает, поэтому, конечно, но он-то философский обо всем, а то, что касается конкретных вопросов по бизнесу, то всегда можно обратиться, у нас есть в ГИМО, которому любой вопрос будет ответ, да, с точки зрения закона, как правильно поступить, с точки зрения правильных бизнес-план, как составить, как, возможно, найти правильно, как уплачивать налоги, хотя это сейчас карается даже уже, только мысль о том, что ты хочешь чего-то сэкономить. Что-то с оптимизирует, все уже сидишь, можно сказать. Но, отвечая на первый вопрос, опять же, возвращаясь к стратегии роста, чем отличается она от тех, которые ученые, тот же Кудрин, он все-таки экономист, теоретик, макроэкономист, хотя с опытом управления финансами, в том числе и страны, но он все равно теоретик. Он же не знает, что такое реальный бизнес, никогда в бизнесе реально не было. Но вот я могу сказать, что наша программа как раз у соединения реального бизнеса и теоретик. Почему? Потому что мы им говорим, слушайте, ну вот вы говорите о том, что у нас куча денег у экономики, у банков кучи денег, у бизнеса у нас считают кучи денег, а они не инвестируют в производство, новые проекты. Почему? Потому что бизнес считает, что у нас опасно, что у нас очень высокие риски. Это не так. Вернее, не совсем так. Мы говорим там, прямо в стратегии, вот наша логика, в чем? Что бизнес, зная его менталитет, форму, как он принимает решения, всегда взвешивают риски и доходность. Подтвердите это, да? Если даже высокие риски, ну там вот так можно заработать, пойдем, пойдешь, конечно. Но если риски маленькие, то ты на небольшую доходность согласен, да? Даже проект, который там 7-8 лет окупается, это нормально. Вопрос в том, что у нас риски всегда были высокие, вы же говорите, про бандитов вспомнили. В 90-е годы это было, ну... Доходность была, ну да. Выходя на улицу, ты каждый раз думал, что ты не вернешься, да? Я на стрелке ездил, там, в общем, приходилось защищать. Ну сейчас... Сейчас до сих пор так. Ну ладно. Даже в Ус-Анкелес. Ну есть, но там стоит у нас Ильясов из Ульяновска. Он меня убеждает, что там полно бандитов. Он авторитетный. Он просто, да, авторитетный. Да, авторитетный человек. Так вот, тем не менее, это уже не системный фактор, но, по крайней мере, кроме него, я еще больше... Вот сейчас вот, вдруг у Руджи, да ладно, ну что... Я тоже говорю. Чем дальше от региона, от центра, тем лучше... В Москве? Да, в Москве самый большой. Бандиты меняют свои вложения степенок. А не вам это постоянно показывают всех подряд. Нет, бандиты в широком смысле, это да. Те, которые... В прямом. И утюг на животе тоже, да? Такого я черта на не слышал. Ну ладно. Ну хорошо, но, может быть, я чем-то ошибаюсь, но, тем не менее, риски высокие. Еще раз подтверждайте, что у нас, да, высокие риски. Насколько они выше, чем в 90-е, мы не думаем. Нет. Потому что тогда была коррупция, сегодня коррупция. Тогда пытались нас чистить, как со стороны государства, так и со стороны бандитов. И сегодня это происходит. Вопрос в том, главный вопрос, и мы убеждали наших оппонентов, доходность упала. Выгодно, стало невыгодно делать бизнес. Прошел тот период, когда можно было, куда бы ни вложил, везде получишь два назад. Потому что много было не заинвестированных ниш. Это нам повезло, моим поколениям, чтобы начали бизнес прямо, выйдя из государственной организации. Начали сразу, просто, вот куда ни иди, везде возможность. Прямо, да? И этот период кончился. И сегодня доходности еще и государство снизило. Это тарифы, это налоги сейчас, катастрофы, это проценты по кредиту, которые в декабре до 17-й бум. И за этим числом всем подняли процентные ставки по кредиту. Они говорят, да это фигня. Это никого не волнует. Самое главное, что у нас бандиты, ну не бандиты, а бандиты в погонах. Вот в чем проблема. Вот это решить вопрос. Знаете, почему они так говорят? Тот же Куверин. Потому что это отмазка. Он-то за экономику отличал. И он говорит, да это не мы, это вот они, силовики. Это в них проблема. Мы это все правильно делали, но не получилось, потому что это они неправильно. А мы говорим, нет, ребята, ваша экономическая программа не пляж. Именно экономическая. А он говорит, не надо налоги, налоги надо повышать. Он говорит, ну не повышать, если мы сегодня останемся в таком положении, то их можно не повышать. Но если мы хотим дать экономике, в экономику вложить еще какие-то средства, у него же бюджетное мышление, но все в бюджетном стране. Не стране, а именно государстве. Потому что бюджет страны намного шире. А это только федеральный бюджет, то есть это государственный бюджет. Так вот, если мы чуть-чуть хотим дать больше бизнесу, там, вложить в экономику, то тогда надо повышать налоги. Здорово придумка, да? Вопрос там, почему Кудрин не хочет за счет госдолга нашего бюджета, если он все время бюджетный долг? Значит, он считает, что вообще долгов не должно быть. Один процент дефицит бюджета его заработает. Мы говорим 3%, мы сразу получаем несколько триллионов рублей новых возможностей. У американцев знаете какой-то дефицит? Сейчас нет в стране Европы, кроме Германии, которых меньше 3%. Мы же живем в святее Папы Римского. Он финансист, он же понимает, что все должно вагончик вагончик. Кредит с дефидом должен сходиться. На самом деле, знаете, великий миф, почему так происходит, но они считаются либералами, эта школа, хотя они самые жесткие. Они просто сушили рынок у нас, рыночную экономику. А мы считаемся государственниками. Хотя мы за рынок, за развитие именно конкуренции и частной инициативы. Но мы считаем, что государство должно быть более активным по стимулированию рынка, по своей экономической, промышленной, аграрной, любой социальной политике. А они считают, что государство не должно быть, поэтому они либералы. Но при этом они сжимают полностью экономику. Ну, в общем, мы туда опять углубились в эту историю, но еще раз хочу сказать. Вот риски, доходность, вот это мы им говорим. Поэтому важно и риски, но сразу сегодня риски не изменишь. Но этот процесс они пытаются менять уже сколько лет у власти. Ничего не поменялось. Ни в судах, ни с контрольными проверками, нигде. И они говорят, ну вот без этого невозможно изменение экономики. Без этого рост в стране невозможно. Нифига, дайте доходность, дайте бизнесу задышать экономически. И все пойдет, и постепенно все нормализуется, постепенно, эволюционно. О чем вы говорили, придут и суды, придут и те же проверяющие начнут помогать, они мучат бизнес. Но это тогда бизнес должен быть сильный. Сегодня бизнес очень слабый. Он не может постоять за свои права. Вот когда он подрастет, когда он станет более сильным, тогда с ним будут считаться. Пока еще никто не считается. Валерий, сейчас блиц, буквально короткий вопрос. Мы постараемся, я просто к чему, потому что бывают выступления. Там еще, да, есть объявления короткие, поэтому мы постараемся сейчас... Шанс-то есть ли нас победить? Конечно, конечно. Шанс-то как забрать. Коллеги, Борис Ильич. Тебя здравствует, слава. Можно сразу, но выяснили. Слава мероприятий, в частности, и таких. Позвольте очень короткий, практически вопрос задать. Вернувшись вот к тем людям, которые собрались здесь. Было много мнений, было много диспута. Борис Ильич, но конкретно нам здесь присутствующим, вы какое предложение делаете? Вы же хотели, чтобы на следующую встречу пришли, как минимум, снова мы и привели друзей, коллег? Мы объединимся на какой платформе? Вы нам предлагаете некоторый... Покажите кошелек, покажите. Вот я об этом говорю. Вы нам предлагаете некоторый политический такой союз на основе биткоина. Мы будем сотрудничать и вместе зарабатывать пока внутри нашей организации, а потом это выявится как бы наружу. Или вы нам предлагаете создать некоторое сообщество единомышленников, которые будут изучать инструмент власти, инструмент, с помощью которого они сделали свое дело минувшей осенью. И, как вы говорили, у нас не политический выбор, у нас политтехнологический выбор. Можешь нам изучить то оружие, с помощью которого нас победили осенью, и изобрести свое. Иначе мы так и будем, знаете, в страхе. Знаете, мы ведь не политтехнологическим оружием, а здесь было немножко другое оружие. Административное. Давайте, у нас вопрос, сдавайте. Мой вопрос в этом и заключается. Что вы нам предложите, на основе чего мы объединимся, и на основе чего мы будем систематически и системно развиваться, как партия Рост и взаимодействие с обществом? У меня ответ на него очень простой и короткий. Мы создаем партию, я с этого начал. Давайте назовем политический союз, это политический союз нового типа, в который входит и партия, как инструмент работы на выборах, и инструмент присутствия во власти, да, потому что мы сможем направлять своих людей в исполнительную власть. Но эта партия базируется не на каких-то политтехнологических приемчиках, которые используются во время выборов, а базируется на мощной социальной платформе, мощной поддержке многих людей. И живет не от выборов до выборов, а постоянно. Для этого эти люди должны быть объединены и совместными интересами, и возможностью решения проблем, то есть у них должны быть использовать наш союз как инструмент решения своих проблем. Это должен быть инструмент продвижения вперед, личного продвижения, как образование, которое дает образование, так и общественного движения вперед, создания среды, изменения среды. Вот это мы все называем политический союз нового типа, которого нового по отношению к тому, что есть у нас, но, конечно, совершенно старого по отношению к тому, что бывает в мире. Потому что у них большинство партий строится как именно такого рода союзы, когда люди с очень раннего возраста уже начинают работать в партии, и каждый знает, допустим, ванглобористы или консерванты. Поэтому нам нужно создавать такие вещи, это, конечно, не один день и не один год, но путем методов проб и ошибок, тем более, что я говорю, что сейчас появляются новые технологии, которые стоят на нашей стороне, которые нам помогают, можно это сделать быстрее, с помощью их двигаться в эту сторону, чтобы следующие, допустим, федеральные выборы, мы уже могли сказать, что мы опираемся на мощную организацию, в которой много людей, много единомышленников, которые придут, сами придут на выборы, не из-за того, что там политтехнологии их обманут или дадут бутылку водки, а из-за того, что это их убеждение идти и голосовать за свои. Вот для чего мы вам предлагаем. А технический первый шаг, откройте криптокошелек. И это как бы технический, техника, техника, нет, обратно. Первый из слов плачков. А, вы хотите с кнопки начать? Ну давайте, покажите, как это происходит. Надо будет зарегистрироваться, авторизоваться сначала на сайте, потом войти в вот мой криптокошелек, вы видите? Хотя назвать надо немножко по-другому. Да, Валентин, давайте назовем это там. Это сделано видео, для того, чтобы показать работу. И на данном видео представлена также лейтинг-страничка нашего сервиса блокчейна, для того, чтобы просто ознакомить вас. Нет, это ознакомительное видео, для того, чтобы показать сервис целиком. Ну давайте, видео. А звук-то есть? Ази, ази, ази.